Доброго времени суток. Я Александр Гелилах, практикующий маг и преподаватель магии в школе магии Sphinx Vision. Сегодня у нас вторая лекция из цикла лекций, посвященных целительству, основам целительства, базовым понятиям, практикам и его концепциям. И все это в преддверии начинающегося на этой неделе нового курса по магии жизни в ее целительском аспекте. Итак, на предыдущей первой лекции я говорил о важности базовой тактильной диагностики. Сегодня мы поговорим о некоторых ошибках начинающих целителей и о том, чему сегодня не учат большинстве школ. Значит, по вполне понятной причине. Человек, осваивающий целительство, хочет научиться побыстрее воздействовать. Понятно, человек мотивирует результаты. Более того, для сознания полезно, когда есть результаты. Чем быстрее есть результаты, тем быстрее сознание, какие-то его страшевые механизмы говорят вам, а, значит, вы не занимаетесь какой-то там непонятной фигней, не просто машете руками и выделяют под это энергию, да, то есть закрепляют практику, позволяют в ней зафиксироваться. Поэтому понятно, и мы это поощряем, как и многие другие школы, чтобы люди практиковали и пытались получать какие-то результаты с самых первых занятий. Однако все подобные практики, направленные на быстрые результаты, нужно давать осторожно, чтобы успех на начальном этапе не мешал уже на серединных и на продвинутых. Объясню на примере, к чему все это. Значит, во многих случаях практики начинаются с того, что человеку говорят, поставьте ладони, там, сосредоточьтесь, сдвиньте их, выдохните из одной ладони в другую, там, потом вдохните через ладони энергию, потяните ее, почувствуйте, почувствуйте, как она входит. Человек что-то чувствует, руки раскачались, он там пошел, потыкался в товарищей, все получилось замечательно. Проблема в том, что когда человек изначально начинает вызывать у себя ощущения, есть возможные сложности с этим. Сложность первая в дальнейшей практике. Вместо того, чтобы стать хорошим диагностом, человек будет учиться слишком быстро создавать ощущения и с каким-то шансом надиагностирует не то, что есть, а то, что ожидает. Это раз. Второе, более тонкое осложнение, которое может возникнуть из-за этого в дальнейшей практике, человек с самого начала приучается использовать контролирующее внимание вместо слушающего. Когда мы работаем с энергией, то есть мы можем различать, вот какое внимание мы используем для того, чтобы ее управлять. Значит, таких вниманий мы можем выделить, ну, как минимум два. То есть первое внимание, внимание контролирующее. И что это такое? Вот вам говорят, вот сейчас сделай там какое-то движение рук, приготовься. Или сделай сложное моторное действие. Или там соберись и, значит, рукой там сделай то-то и то-то. Какое-нибудь сложное движение. И вы готовитесь к контролю. Ваше сознание как бы входит в руку и готовится контролировать сложное движение. Так вот, очень часто мы концентрируем в руках контролирующее внимание, которое хорошо, чтобы управлять энергией. Но чуть менее хорошо, чтобы слушать процессы, которые происходят. Слушающее внимание. Оно другое. Когда вам говорят, прислушайся к своим ощущениям. Так вот, в большинстве школ, чтобы хоть что-то вызвать, чтобы были хоть какие-то ощущения, учат работать с контролирующим вниманием. Потому что оно проще, но потом забывают рассказать про слушающее. Ну, в большинстве, не большинстве. Во многих школах, скажем так. Из тех, которые я видел. Значит, из-за этого происходит вот что. Человек начинает работать не с естественными частотами энергии, присущим организмам. Но уже с измененными частотами энергии, поскольку контролирующее внимание, как только вы воткнули сознание в какие-то естественные процессы, вы несколько изменили частоту. Частота таких процессов начинает отличаться уже от естественных частот, на которых энергия работает с телом. И зачастую результат такого воздействия на тело будет менее сильным, чем если бы вы потратили сколько-то часов, изучили и научились слушать, как естественно энергия циркулирует и двигается в теле, как она с телом взаимодействует. И потом, поймав вот эти ощущения и вот эту частоту, на ней научились бы с телом взаимодействовать и разговаривать. Поэтому я всегда предлагаю своим ученикам и зрителям, если вы интересуетесь целительством, и если у вас уже получились какие-то базовые энергетические манипуляции, вы уже что-то чувствуете хотя бы в руках, вы можете хотя бы направить на себя поток, и у вас что-то начинает получаться, не торопитесь сразу гонять энергию по каналам, набирать ее, выдыхать. Сделайте другое. Вот создайте, даже базовое поле между руками и телом, руками и лицом, а потом ничего не делайте. Созерцайте то, что будет происходить. Просто созерцайте ощущения. Вначале будут самые яркие ощущения, грубые. Вы будете их откидывать, концентрироваться на все более тонких и тонких, и созерцайте ощущения. Научитесь чувствовать, как в вашем теле циркулирует энергия. Слово циркулирует, оно дает представление о некоторых потоках. На самом деле здесь речь идет скорее о неком ощущении динамики. Не обязательно, что оно будет у вас порождать какие-то ощущения от траектории, хотя такое может быть. Просто научитесь слышать, как энергия присутствует и меняется в вашем теле. Вначале вы будете слышать самые грубые ощущения, потом тонкие. То есть достаточно, чтобы раскачали вначале руки, неважно уже каким вниманием, направили на себя и слушайте, что происходит. Прислушивайтесь к ощущению в руках, в местах, где ощущения явные, в местах, где ощущения более слабые, на поверхности, внутри. Пытаетесь откинуть телесные ощущения мышц, крови, натяжения сухожилий, переходя ко все более энергетическим. Учитесь слышать их в какой-то точке, потом в плоскости, потом в объеме. Они будут становиться все более и более явные. Потом, не теряя ощущений, посмотрите, что происходит с энергией во время базовых процессов. Когда вы пьете, когда вы едите, когда вам жарко, когда вам холодно, когда вы активны и разогнаны, когда вы устали, так вы научитесь чувствовать естественную гармонию тела и как энергия в ней работает. Вы изучите язык, можно сказать, на котором происходят различные трансформации, то есть язык энергетики вашего тела. Тот язык, на котором вы потом будете передавать ощущения. А там увеличить кровоток, ослабить, там сделать теплее, сделать холоднее, активизируется. Вы изучите, можно сказать, систему кодировок, на котором вы сможете со своим телом общаться. И я очень рекомендую подобным практикам приступать уже на начальных этапах, где вы сможете накопить свою базу ощущений и не вмешиваться сразу в процессы тела, но научиться их слушать. Потом вы научитесь слушать и то, как ваше тело реагирует на внешние объекты. Вот вы подошли к дереву, вступили в контакт и слушаете, как вы взаимодействуете с полем дерева. Так вы откроете для себя гораздо больше, чем если вы будете сразу пытаться проявить воздействие, произвести воздействие. Если вы научитесь слушать динамику и естественную гармонию вашей энергетики, вы сможете находить в ней и тонкие искажения, и тонкие способы для регуляции. Вот такое знание и понимание позволит вам управлять своей энергетикой, а затем слушать и чужую, и управлять и чужой энергетикой на намного более глубоком уровне. То есть вы не будете ограничены просто базовыми пассами, базовыми модуляциями. Тут я создал поле, как огонь, тут как земля, тут представил, что оно как иголка затягивает ранку. Ваш инструментарий станет гораздо больше. Впоследствии от понимания естественной гармонии тела у вас разовьется понимание, как включаться в системы, обладающие более высокой гармонией, как с помощью гармонии других систем приводить в гармонию ваш организм. То есть, например, такое направление работы с гармонизацией себя за счет гармонии более высокого порядка, это то, что в магии жизни называются гармонией биоценоза. Человек, как и любое живое существо, живет в среде, находится в некой гармонии со средой. Способности к гармонии за средой в человеке как-то заложены биологически. Но у человека есть и сознание, которое способно, с одной стороны, давать человеку много степеней свободы над его биологией, с другой стороны, ну как несложно видеть, посмотрите на окружающих людей, отклоняя человека от какой-то его гармонии. Да, человек там, ну хорошо и здорово, что мы можем там пользоваться электрическим светом, а не естественными солнечными циклами. Да, пользоваться кондиционерами, а не естественными как бы там адаптацией к теплу. С одной стороны, можем преодолевать внимание, влияние среды. С другой стороны, мы постоянно в каких-то вещах отклоняемся от естественной гармонии. Да, там вы возбудили каким-нибудь фильмом «Мозг на ночь» и как бы какие-то естественные ритмы поменялись. Поэтому, собственно, частью целительских задач всегда будет приведение организма человека в некоторую гармонию, на которую он биологически запрограммирован. То есть, понятно, что это тоже тема сложная, и мы ее рассмотрим в следующих лекциях. Но что же делать, если, допустим, вы привыкли жить в вашей естественной гармоничной среде, которая не лес, не поле, не сельва, а город, который не всегда рассчитан на естественную гармонию, гармонию естественной для биологии вашего организма. То есть, биология нашего организма меньше рассчитана на то, чтобы жить в бетонных коробках. Да, наши глаза и наш мозг рассчитан на то, чтобы получать много информации от поверхностей типа кора, типа скалы, а не от простых поверхностей типа коробки и так далее. Что же делать и как себя в эту гармонию вернуть? И здесь существуют старые практики, где маг приходил в лес, мог привезти с собой пациента, и начинал настраиваться на гармонию большой природной системы. То есть, он включался в лес и начинал чувствовать его как одно целое. На уровне отдельных деревьев, на уровне подсистем этих деревьев, там коры, почвы, насекомых в них обитающих, животных в них живущих, на уровне надсистемы взаимодействия всех хищников, травоядных, насекомых, зверей, птиц, на уровне сознания и ритмов всего леса в целом, на уровне потоков и активных мест силы всего такого леса, как организма. Далее, маг или включался сам в эту систему, позволяя себе заполниться ее силой и с помощью гармонии большей системы откалибровать свой организм, или включая в эту систему пациента, в результате как бы большая система, то есть, позволяла своей гармонии настроить маленькую. Что зачастую приводило к исцелению человека, и обычно в таком процессе возникают передачи энергии дополнительные, то есть, не только гармонизация, но и обычно в таком включении человека в систему, часть энергии системы передается человеку. Его энергетическое тело накапливает больше энергии, то есть, в нем начинаются более активные процессы, которые способны послужить более активным процессом регенерации, более активным процессом восстановления от болезней. И, собственно, умение включиться в биоценоз и стать частью чего-то большое, важная часть магии жизни и уже того типа целительства, которое, конечно, не относится к биоэнергетическому, но относится к магическому. Но начинается это все с умения просто слушать потоки и энергетику своего тела. Просто слушать естественную гармонию потоков, переходя к все более и более тонким ощущениям. Попробуйте. Надеюсь, что эта тема понятна. Буду рад вашим вопросам, пожеланиям. Да пребудет с вами сила и всего волшебного!